Здравствуйте, подписчики и гости канала! Я рада вас приветствовать на канале Святый Рук! В сегодняшнем видео хочу показать вам красивый узор, который подойдет для вязания разного рода плечевых изделий. Узор легкий, несложный, легко вяжется. Так он выглядит с лицевой стороны. Свои впечатления об узоре оставляйте в комментариях под видео. Вот его изнаночная сторона. Раппорт узора составляет 22 петли. В высоту узор вяжется 12 рядов. Образец связан из нитки YarnArt Baby. Это 100% акрил. Для образца буду набирать 1 раппорт. Это 22 петли, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Итого у нас получается 25 петель. Подписывайтесь на канал Святый Рук. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новости нашего канала. А также подписывайтесь на мои соцсети. Там я выкладываю схемы и их краткое описание. Ссылка в первом закрепленном комментарии под видео. Провязываем изнаночный нулевой ряд изнаночными петлями. И с лицевой стороны будем вывязывать узор. Узор вывязывается с лицевой стороны. С изнаночной стороны узор вяжем по рисунку. Есть еще одна изнаночная петля в конце ряда для симметрии узора. Но если вы будете вязать его по кругу, эту петлю провязывать не нужно. Буду вязать из ниточки Alize Lanagul. Здесь в 100 граммах 240 метров. Спицы буду использовать 4 миллиметра, чтобы сравнить, как узор будет смотреться в тонкой и в толстой нитке. Первый ряд нашего узора. Кромочную петлю мы снимаем. Далее у нас изнаночная. 10 лицевых. Одна изнаночная. 10 лицевых. Одна изнаночная. Кромочная. Второй изнаночный ряд. Петлю провязываем по узору. Третий ряд. Кромочную снимаем. Изнаночная. 4 лицевые. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Переворачиваем петли. Спицу вводим снизу вверх и вывязываем лицевую петлю. 4 изнаночные. Накид. Изнаночная. Накид. 4 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Изнаночная и кромочная. 4 изнаночный ряд. Петли провязываем по узору. Когда будете вязать узором, обратите внимание, что край изделия будет неровный. То есть, если вам нужен такой фигурный край, вы вяжете. А если нет, то внизу нужно провязывать резинку. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Изнаночная. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 5 изнаночные. Изнаночная. 6 изнаночный ряд. Петли провязываем по узору. Седьмой ряд. Кромочную снимаем, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночные, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, кромочная. Восьмой ряд изнаночный, петли провязываем по узору. Девятый ряд, кромочную снимаем, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночные, накид, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, кромочная. Десятый изнаночный ряд, петли провязываем по узору. Одиннадцатый ряд, кромочную снимаем, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночные, накид, 4 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, накид, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная. Двенадцатый изнаночный ряд, петли провязываем по узору. Так мы связали все 12 рядов нашего узора, вот как получается он в плотной ниточке, все эти полосочки ярче выражены, они объемнее, так с лицевой стороны, так с изнаночной. Ну и повторяя рапорт с первого ряда, получится вот такой красивый узор. Всем большое спасибо за просмотр, кто не подписался на канал подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Желаю всем хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok